Девушки отдыхают 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 С северным Йоркширом, с южным Йоркширом, где и находится непосредственно Шеффилд. В общем, очень теплый прием сейчас обеспечили зрители этим спортсменам. Они в нынешнем сезоне являются серебряными призерами чемпионата Великобритании. Ну а за теми, кто их обыграл на внутреннем первенстве, за пенникум Сененикосом Бакландом, мы с вами посмотрим несколько позже. Ну, пожалуй, впервые вот такую шумовую атмосферу создали сейчас зрители на соревнованиях среди танцоров, конечно, на парах, особенно когда выступали россияне. Тут поддержка была и получше, и погромче, потому что и российская публика здесь есть. В частности, уже общался я тут с нашими болельщицами, которые много-много флагов размещают на трибунах. И сказали, что во время тренировки один какой-то не очень добрый дяденька сказал, чтобы они убрали флаг и не кричали во время тренировок. Дескать, это мешает спортсменам, отметив, что флаги висят под потолком. А что эти милые барышни сказали? Ну, мы, конечно, требования выполнили, но на самих соревнованиях будем палеть так, что все англичане еще нас запомнят и услышат. Ну, именно это и происходило на соревнованиях спортивных пар. Теперь дождемся выступления и российских танцевальных дуэтов. Ну, а пока ждем оценок Луизе Уолден и Оуну Эдвардсу. О них также, как и об остальных квалифаях, нужно сказать отдельно. Они были четвертыми в квалификации, набрав 72,75 балла. Это, кстати, стало для них личным рекордом в произвольном танце. Видимо, еще и поэтому с особенным настроением спортсмены прокатали в своей короткой программе. Ну, никто не ждет оценок. Все просто радуются, что своих транслируют на большом экране, который здесь позволяет посмотреть за большинством элементов еще и в замедленном повторе. Вот уже появляются первые оценки. За технику неплохие баллы получают англичане, но за компоненты у них, конечно, оценка откровенно невысока. Всего лишь 22,5 балла. И в итоге они получают 48,36, что позволяет им обойти украинцев Шивон Хейкен Кеннеди и Дмитрия Дуня и подняться на текущее третье место. Ну, соответственно, мы с вами не будем забывать, что в прошлом сезоне на чемпионате мира, мира, не Европы эта пара была. Так что, сами понимаете, насколько довольны сейчас и сами фигуристы, и публика. Третье текущее место. Ну, теперь давайте просто посмотрим, кто хочет, тот еще и поболеет. За спортсменами, которые номинально представляют Чехию. Но Дмитрий Киселев, это вы, наверное, знаете. Если не знаете, то сейчас я вам расскажу. Киселев родом из России. И раньше он выступал с Екатериной Пушкаш. Но после того, больше того, он не просто с ней выступал, это его двоюродная сестра. Но паре пришлось перестать выступать вместе после того, как партнерша начала сильно расти, и Дмитрию стало не просто исправляться, что ли. Но, впрочем, смотрите, и Габриэла Купла тоже не намного ниже партнера. Посмотрим, как у них повышится совместно. Итак, Габриэла Купла, Дмитрий Киселев, Чехия. Габриэла Купла 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 Ну вот это уже совсем другой уровень, уже сразу становятся известные оценки за технику у этой пары. Ну, плюс к всему еще не только техника, еще и компоненты. Компоненты сейчас тоже поставят арбитры. Визы оценены четвертым уровнем. В общем и целом видно, что арбитрам понравился этот дуэт. Это, однако же, один из технических элементов сейчас находится под рассмотрением. И сейчас арбитры выставят свой, выдадут свой строгий вердикт, какой же уровень в итоге поставить. Пока не буду вам говорить неофициальные предварительные оценки. Хочется, конечно, чтобы они были повыше. Но вот такое впечатление, что за компоненты поприжали, мне кажется, арбитры. Причем прижали прилично Кубу и Киселеву. Мне так лично пар понравилось несколько больше. Ну, впрочем, специалистам, которые всю жизнь провели в танцах на льду, им, конечно, виднее. И, разумеется, с ними спорить занятие бессмысленное и бесперспективное. Пока мы ждем оценок Габриэла Кубовой и Дмитрия Киселева. И отмечу, что на льду появляются Юлия Злобина и Алексей Ситников. За явным преимуществом выигравшие квалификацию текущего чемпионата Европы. Но, по большому счету, в квалифаях вопросов не было ни в одном из видов. Если Евгений Плющенко в мужской квалификации привез всем огромное количество баллов. Также и Полина Коробейникова тоже без каких-либо вопросов стала первой в квалификации среди женщин. Ну и примерно такую же картину мы видели в квалификации среди танцоров Юлия Злобина. На Алексея Ситникова больше всего не баллов выиграли у Шаблин-Женьяра и Марко Фабри, которые сейчас и возглавляют текущую таблицу. Привет! Я с вами Алексей Горшкова, который только Рязану и Ткаченко на этом чемпионате, но также и Скубовой и Киселевы присутствуют на этом первенстве. Ждем оценок. Сейчас, похоже, что оценки уже официальные. Мне сейчас, вряд ли, не нравится Юл. Очень хотелось бы, чтобы было повыше. 45-88 и это не позволяет спортсменам подняться даже в первую верхнюю часть таблицы текущей на настоящий момент. Какие они получатся? Пятый. Только обойдя Венгров и Надежду Франковым с Михаилом Касаром. Да, пятый результат, причем очень невысокая оценка за компоненты. Лишь 21 балл. Ну, как бы то ни было, из таблицы баллов уже не выкинешь. Уже остается соревноваться в произвольном с тем, что накатали коротко. Габриэла Кубова, Дмитрий Киселев. Текущее пятое место. Ну и теперь Юлия Злобин, Алексей Ситников, выступающий за Азербайджан. Еще недавно эти спортсмены представляли Россию и, больше того, заняли на чемпионате России 2010-го место. 2010-го года пятое место. Тогда еще в программе танцев было три программы. Обязательные, оригинальные и произвольные, соответственно. И проиграли только таким зубрам, как Домнина Шабалин, Боброва Соловьев, еще катавшийся на тот момент Рублева Шефер. И на четвертом месте тогда были Рязанова Ткаченко. И вот пятое место было у Юлии Злобиной Алексея Ситникова. Но потом, видимо, поняв, что в сборную пробиться России будет непросто, было принято решение о смене спортивного гражданства. Итак, победители квалификации, выступающие за Азербайджан. Злобина Ситников. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну, не знаю, мне симпатично, в первую очередь, партнерша в этой паре. Вас, Нила Брауна, знаю, совсем неважно, прямо скажем. И очень хочется, чтобы заняли эти спортсмены максимально высокое для себя место. Я был расстроился, когда узнал, что распалась пара Люси Маслевичковой и Матая Новока. Но, ввиду того, что моя партнерша нашла себе нового партнера, который, кстати, несколько моложе самой Люсии, ну, надеяться, что теперь их творческий тандем будет еще очень-очень долго радовать публику. Ну, вот с уровнями тут не очень хорошо. Шаги и спирали вторым уровнем. Оценили арбитры, а вот с поддержками и твиздами у многих проблем не возникает. Все получают четвертый уровень и получают в итоге еще и положительные оценки за них. Кстати, вот если помните, на этапе Гран-при в Москве на Ходынке, когда мне довелось вести репортаж с Екатериной Рублевой, и я обмолвился, что, по-моему, был какой-то турнир, когда Бобровый и Соловьев за все элементы... Такого произвольного танца. Да, произвольного танца получили четвертый уровень. Какая-то засомневалась, да и я сам тоже подумал, что, возможно, Лякнуш не суразный. Нет, нашел вот в своих записях, что действительно был такой турнир, когда Екатерина и Дмитрий, напомню, что речь о Бобровой и Соловьеве, получили четвертый уровень сложности за все элементы тогда еще оригинального и произвольного двух танцев. Это случилось на чемпионате мира 2010 года в Турине, когда еще из трех танцев состояла программа танцоров. Ну, вот, надеемся, что теперь все российские дуэты будут неоднократно повторять. Повторять и повторять. Это достижение. Итоговые оценки чешского дуэта Алексея Маслевичкова и Нила Брауна. 47,47, и это пока не позволяет им подняться выше пятого места. Ну, в общем, уже появляется некая плотность в результатах, и особняком стоит только первый и девятый дуэты. Женьяр Фабри 52,45. Они пока недосягаемые, и у Халенковой касало неутешительные цифры, говорят на табло, лишь 42,60. Разница между первым и девятым местами на настоящий момент почти 10 баллов. Ирина Шторка и Тааверант. Спортсмены, представляющие Эстонию, выходят на лед заключительным номером второй разминки. Они в прошлом сезоне не слишком удачно для себя выступили, и остались за бортом произвольного танца чемпионата Европы, заняв 21 место в коротком. В нынешнем сезоне такого уже не произойдет, ввиду лишь 20 дуэтов. И эстонцы были седьмыми в квалификации. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»